На этой неделе Владимир Путин по видеосвязи открыл онкоцентр еще и в Томске, Уфе и Якутске. А сегодня весь мир отмечает день борьбы с раком. Глеб Стерхов продолжит. В трех регионах России, в Томске, Уфе и Якутске, открываются новые современные медицинские учреждения. В этот же день здесь же, в Туле, российский президент посещает еще один объект своего личного патронажа. Новый онкологический центр строили в рамках нацпроекта здравоохранения. Уложились на год раньше срока. Нашим пациентам, жителям нет необходимости уезжать в федеральные центры. Они помощь могут получать все здесь. Да, так впечатляют. На очереди Воронеж, Уфа, Ростов-на-Дону и Краснодар. В основе общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями – личная история президента. В 2005 году 10-летний мальчик, умирающий от лейкоза в питерской больнице, написал письмо Путину с просьбой увидеться. Дима Рогачев пригласил президента поесть блинов с вареньем. За столом поделился своей главной мечтой – подарил ему рисунок, на котором изобразил больницу, где смогут вылечить таких, как он. Все сбывается. Поправляешься, и блин, в письмо. Да. После той встречи в Москве перестроили, расширили старое здание НИИ детской гематологии, превратили обычную больницу в один из лучших в мире онкоцентров. Но Дима до этого момента не дожил. Он умер в 2007-м, в возрасте 12 лет. Встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым, жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила и немедленное решение о создании клиники для детей больных раком. Да, мы в России понимали, что такой центр с современными технологиями крайне нужен. Но та встреча и с командой потрясающей неравнодушных врачей, и с их пациентом Димой намного ускорила этот процесс. С тех пор Владимир Путин хотя бы раз в год приезжает в центр имени Димы Рогачева. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебя как зовут, Соня? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы здесь живете? Хорошо. Забирается? Да. Национальный центр Рогачева – крупнейшая клиника не только в России, но и в Европе. Более 10 тысяч пациентов ежегодно проходят лечение. Центр – лидер по пересадке костного мозга. Год от года расширяется и совершенствуется. В 90-е диагноз – острый лейкоз был практически приговором. Всего 5% детей выживали. Теперь это в прошлом. Почти 100% выздоровления. 99% уже, по-моему, или 98%. У нас такого не было никогда результата. Но он есть, мы его добили, значит, можем. Систему надо создавать. Врачи знают у чумы 21 века под названием рак многообличий. Это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. В мире заболевает порядка 19-20 миллионов из года в год людей, которые страдают онкологическими заболеваниями. И примерно около половины мы, к сожалению, теряем. Собственно, примерно в день мы теряем 27 тысяч человек в мире. У врага обличий много. Суть одна. Ежедневно в организме человека около миллиона клеток, что называется, сходят с ума. И каждый раз иммунная система уничтожает нарушителей. Но если иммунитет ослаблен или клеток мутантов слишком много, лимфоциты могут не успеть с зачисткой. Клетка становится раковой. Бесконтрольно делится, заражает соседей, а ее потомство получает смертельную способность обманывать иммунитет. Долгие годы основных способов борьбы с онкологическими заболеваниями было три. Лекарственная и лучевая терапии и хирургия. Новый онкоцентр в Калининграде, который на днях принимал Владимир Путин, даже не европейского, мирового уровня. Раньше в регионе не было вообще никакого онкоцентра. Практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда, рак. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Через несколько месяцев после послания президента федеральному собранию в России стартует федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями. На его реализацию выделен без малого триллион рублей. А в целом по стране это более 4 тысяч объектов, которые введены только в 2023 году. А в российской столице все пять многопрофильных центров онкологической помощи на базе крупнейших московских больниц объединяют в единую сеть. Неважно, в каком районе будет обращение человека на консультацию, по новому стандарту его направят и будут лечить там, где это необходимо для конкретного вида заболевания. На всех стадиях от диагностики до окончания лечения пациента будет ввести персональный помощник. И все это, конечно, бесплатно в рамках обычной медстраховки. Разработаны десятки новых способов лечения. Медицинский радиологический научный центр под Калугой спасает жизнь другому пациенту. Контактная лучевая терапия точечно и без осложнений. Источник находится внутри аппарата. Иголочки интрастата, которые мы ставим внутрь предстательной железы, облучают и уходят обратно. И в течение очень многих лет было непонятно, почему опухолевые клетки, которые так отличаются от нормальных клеток, не распознаются нашей иммунной системой как чужеродные и не уничтожаются. И вот ответ найден. И лекарство уже на стадии испытания. Один из самых таких новых, наверное, передовых классов аппаратов, которые используют в своей основе в качестве действующего вещества клетки пациента. Живые клетки пациента. Взятые иммунные клетки при помощи генной инженерии модифицируют. Их учат узнавать специфическую молекулу на поверхности опухолевой клетки. Затем возвращают назад в тело пациента. Опухоли больше не спрятаться от своих убийц. Иммунитет распознает врага и сам его уничтожает. В будущем такая технология позволит избавиться от радикальных способов лечения и повысить точность и благоприятный исход. Владимир Путин в последний раз в центре Димы Рогачева был совсем недавно, перед самой зимой. По сложившейся традиции общался с маленькими пациентами, дарил подарки, расспрашивал врачей о новых потребностях клиники. Отныне подавляющее большинство пациентов уезжают домой в стойкой ремиссии. Второй день рождения, где самый дорогой подарок и есть – жизнь. Как построить большую новую больницу? Даже не больницу, а самые лучшие в мире центры, в котором будут жить и выздоравливать дети, которые очень болеют, дети со всей страны. Глеб Стерхов, Ольга Соловьева, Игорь Наймушин, Дмитрий Каратаев и Андрей Столяренко. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова